Депутатский корпус Димитровграда так и не смог выстроить систему работы, отметил Сергей Монрозов после ознакомления с положением дел прежде всего по ремонту уличной дорожной сети города. Положение таково, что может привести к остановке предприятий, отвечающих за инфраструктуру. Например, 9 единиц спецтехники, закупленные за счет регионального бюджета и направленные в Димитровград, простаивают. Причина, по словам Андрея Тюрина, в том, что транспорт до сих пор не зарегистрирован и не застрахован. И такое положение дел не только с дорогами. Например, строительство сквера духовности словно пущено на самотек. Справедливости ради, одни, образно говоря, не пинают, вторые не шевелятся. Государство больше не намерено выделять огромные средства, дожидаясь, когда бизнес соизволит начать выполнять свои обязательства, прокомментировал ситуацию глава региона. Не соответствуют штрафные санкции. Сарабавна хоть на один день штрафные санкции не выполняет тот объем работ в список недобросовестных поставщиков и больше никогда нигде не участвует. Это по большому счету закрытие бизнеса. Однако городские власти могли бы контролировать процесс и самостоятельно настаивать на выполнении подрядчиками своих обязательств. Однако сделано этого не было, резюмировала региональная комиссия. Следовательно, решение перевести город на внешнее управление вполне обосновано.